В стиме началась долгожданная летняя распродажа, а это значит, что пришло время закупиться хорошими играми по хорошим скидкам. Вы находитесь на канале Игорек, и в этом видео я помогу вам определиться с тем, на что потратить свои сбережения. Это лишь первое видео из этой рубрики, так что если сегодняшних проектов вам будет недостаточно, тыкайте по подсказке сверху, а также не забудьте прожать свой царский лайк и подписаться на канал. Ну а я начинаю! Хочешь купить интересующую тебя игру на балансе твоего аккаунта по нулям? Не стоит переживать, ведь на помощь приходит сервис донатов нет, благодаря которому пополнить свой баланс можно быстро, выгодно и безопасно. Для этого потребуется просто ввести свой логин стима и нужную тебе сумму, а после оплаты как видите деньжата успешно доставлены на баланс моего аккаунта. Кстати прямо сейчас комиссия на пополнение стима была снижена до 10%, что довольно круто. Кроме того донатов нет также предложит вам карты пополнения для популярных регионов и сервисов на любой вкус, в том числе и пополнение мобильных игр прямо по твоему айди. Поэтому проходи регистрацию по моей ссылке и получай скидочный купон на первую покупку, ведь с донатов нет, донат есть. Ссылочка в описании. Ну а первая игра в моей подборке это Кена Bridge of Spirits. Приключение с элементами экшена и платформера, где вам отводится роль юной духовной проводницы Кены, которая путешествует по живописному миру и помогает душам умерших перейти на тот свет. Геймплей включает в себя сражение с рогами, решение головоломок, исследование мира и прокачку навыков. Графика в Кене достаточно красивая, но это и не удивительно, поскольку студия разработавшая эту игру ранее занималась или все еще занимается мультфильмами, так что рекомендую. Black Mesa ремейк первой части Half-Life. События игры полностью повторяют историю оригинала, где вам в роли молчаливого Гордона Фримена предстоит спасти мир от нашествия инопланетян. Сама игра претерпела много визуальных изменений и стала обладать всеми красотами движка Source. Так что вас ожидают полноценное динамичное освещение, улучшенная физика окружения, новые текстуры, улучшенные эффекты и даже полностью переработанные локации, среди которых мир Zen. Далее у нас Cuphead. Хардкорный экшен-платформер с видом сбоку, выполненный в стилистике мультфильмов и карикатур 30-х годов. Игра сопровождается мега крутыми саундтреками, а вся анимация нарисована вручную. По сюжету главный герой проиграл дьяволу в кости свою жизнь, и теперь он хочет ее вернуть. Геймплей строится вокруг исследования ветвистых уровней и постоянных сражений с боссами, которые имеют несколько фаз своей трансформации, что может знатно подорвать ваш пердак, уж поверьте. Пройти Cuphead можно не только в одиночку, но и вместе с другом. У игры также присутствует дополнение The Delicious Last Curse. Его события разворачиваются на новом острове, где Cuphead'у, Магмену и Мисс Чарлис предстоит помочь шеф-повару в завершающем эпическом испытании. Asdaq Falls – интерактивный драматический сериал, рассказывающий историю о судьбах двух семей в течение нескольких десятилетий. Как и подобает подобному жанру, весь геймплей состоит из принятия решений и выбора различных диалоговых вариантов, которые повлияют на исход всей истории. Кроме того, в игре присутствуют мини-игры и взаимодействие с окружающим миром. Графика выполнена в рисованном комиксном стиле, что придает игре уникальную атмосферу. Dying Light Enhanced Edition или Dying Light Definitive Edition. Ну, про эту зомби-выживалку, я думаю, слышал каждый. Если же нет, то в ней главный герой попадает в город Харан, где большая часть населения превратилась в кровожадных зараженных. Геймплей включает в себя бегать дню, паркур, сражения зомби, а также крафтинг и сбор ресурсов для создания оружия и защиты. Кроме того, в игре есть система цикла дня и ночи, которая влияет на поведение зараженных, делая игру более напряженной и опасное ночное время. Dying Light также предлагает кооперативный режим, позволяющий играть с друзьями в режиме совместной игры и выполнения заданий. Если бюджет позволяет, то можете купить и вторую часть. Mafia Definitive Edition, переиздание классической игры 2002 года, с улучшенной графикой и переработанным сюжетом. События разворачиваются в тридцатых годах прошлого века в вымышленном американском городе Lost Heaven, где вам отводится роль Томаса Анджела, обычного таксиста, который волею случая начинает карьеру с самого настоящего мафиози. Геймплей заключается в выполнении миссий, которая часто включает в себя гонки, стрельбу и преследования. Также могу порекомендовать вторую часть Mafia, ее события разворачиваются уже в сорок пятом году в городе Empire Bay. А играть предстоит за Вита Скалета, желающего преуспеть в опасном гангстерском мире. Есть еще третья часть, но по узлам, насколько я знаю, она не очень. Inscryption. Карточный пазл и хоррор, где вы окажетесь в мрачном и загадочном мире, где каждый ход может иметь глубокое последствие. Вам предстоит собирать и улучшать свою колоду карт, попутно сражаясь с противником. По мере прохождения вас ожидают жуткая атмосфера хоррора, смертоносные загадки, таинственная история и мрачные секреты. Далее у нас horror-платформер Little Nightmares первая и вторая часть. В этих играх нам отводится роль детей, которые находятся в довольно странном мире. Гейплей включает в себя скрытность, головоломки и уклонение от врагов, а во второй части у игроков появилась возможность использовать оружие и защиту в борьбе с врагами. Атмосфера ужаса и безысходности будет держать вас в напряге до самого финала, который наверняка сможет вас удивить. А уже в следующем году должна выйти третья часть, которую можно будет пройти в кооперативе, что довольно круто. Subnautica. Еще одна приключенческая игра, но про выживание на планете, большая часть которой состоит из океана. Вам предстоит исследовать подводный мир, собирать ресурсы, создавать инструменты и строить базы. Ваше оснащение, наличие глубоководного аппарата или скафандра повлияют на скорость прохождения, уровень опасности и взаимодействия с живыми существами. Core Keeper. Аркадная песочница на выживание с видом сверху, которой вы сможете сыграть с друзьями в кооперативе до 8 человек. Нам отводится роль исследователя древних подземельй, которые, конечно же, наполнены враждебными существами, различными ловушками и сокровищами. Чтобы выжить в этом опасном месте, нам предстоит найти мощное снаряжение, прокачать способности и построить собственную базу в качестве убежища. Локации в игре генерируются случайным образом, что делает геймплей значительно реиграбельным. Machinarium. Потрясающий квест про робота Йозефа, которого случайно выбрасывают на помойку. Он не хочет мириться с такой судьбой и возвращается в город, чтобы спасти свою подружку и зла бандитов, по чьей вине он и оказался на помойке. Чтобы достичь цели, вам надо решить массу головоломок и сложить множество паззлов. Игра хоть и старенькая, но и по сей день обладает завораживающей и нарисованной вручную графикой и интересной историей. John Wick Hex. Быстрый экшен с элементами стратегии, созданный по мотивам фильма «John Wick». В игре вам предстоит примерить роль известного наемного убийцы. Механика строится на грамотном сочетании боев и тактики, поэтому вам придется заранее планировать все свои действия, чтобы враги не застали вас врасплох. Сцены боев создавались совместно с людьми и с командой фильма, поэтому эпичность происходящего будет на уровне. Marvel's Guardians of the Galaxy – приключенческий экшен с видом от третьего лица, рассказывающий историю о команде супергероев под названием «Стражи Галактики». Игра никак не относится к фильмам Marvel и предлагает совершенно новый взгляд на уже знакомых героев. События игры разворачиваются через несколько лет после масштабной галактической войны. Вся вселенная постепенно приходит в себя, а Стражи пытаются заработать, подрабатывая героями по найму. Сыграть получится только за Питера Квилла, а остальные члены команды будут помогать своими способностями в каждой схватке и просто исследуя мир. Как и в фильмах, здесь присутствует хороший и забавный юмор, а также крутое музыкальное сопровождение. Ori and the Blind Forest Definitive Edition – платформер с элементами экшена и головоломок, который вам предстоит управлять лесным духом по имени Ори, который отправляется на поиски своего наставника и спасения своего дома. Геймплей включает в себя исследования огромного и красочного мира, сражения с врагами, использования навыков и способностей для преодоления препятствий и решения головоломок. Лично для меня игра местами была достаточно хардкорная, но если вам зайдет, можете купить продолжение. The Outlast Trials – приквел ко всей хоррор-серии Outlast. В центре сюжета группа подопытных, похищенных компанией мэрков еще во временах холодной войны. Ученые тестируют новые методики промывания мозгов и контроля сознания на ничего не подозревающих добровольцах. В процессе игры герои столкнутся не только со своими кошмарами, но и другими испытуемыми. Проходить игру можно в одиночку или в кооперативе до четырех человек. Далее у нас серия игр Бенди, которая представляет собой захватывающее путешествие в мир студии анимации тридцатых годов, где вы сталкиваетесь с таинственными существами и раскрываете мрачные секреты. В этой серии игр сочетаются элементы головоломки, хоррора и приключения, создавая уникальную и неповторимую атмосферу. Ну а если вы не хотите пропускать подобные новости и раздачи различных игр, то обязательно подписывайтесь на мой канал, поскольку здесь я на регулярной основе выпускаю видео про новые бесплатные игры, актуальные акции и раздачи игр в Steam, Epic Games, GOG и других сайтах с халявой. Кроме того, своей подпиской вы приблизите мой канал к отметке 100 тысяч подписчиков, так что с меня контент, а с вас подписка. Еще один сборник, который я могу порекомендовать к покупке, это Batman Arkham Collection, в состав которого входят следующие три части, каждая из которых расскажет о разных этапах жизни Брюса Вэйна, aka Бэтмена. Вас ожидают широкий спектр различных гаджетов и способностей, неплохая как у меня боевка и отличный сюжет. LEGO Star Wars The Skywalker Saga – аркадный экшен во вселенной Звездных Войн, который объединяет в себе все вышедшие фильмы франшизы, поэтому вас ждет знакомая по другим LEGO играм механика, персонажей и локаций из одной из самых известных киновселенных в мире, а также возможность пережить все ключевые события саги самостоятельно. Фирменный юмор сохранился, но пострадала продолжительность эпизодов, они стали гораздо короче отдельных игр по LEGO Star Wars и являются пересказом основных сюжетных моментов. The Skywalker Saga стала моей первой LEGO игрой, и скажу честно, пройдя несколько эпизодов, мне просто стало скучно в нее играть, но тут, как говорится, дело вкуса. Tormented Souls – survival horror, вдохновенный классическими сериями вроде Resident Evil, Silent Hill и Alone in the Dark. По сюжету главная героиня Каролина Уолкер расследует дело о пропаже двух близняшек в зловещем особняке, в котором девушка сталкивается с ужасными созданиями. У вас будет крайне ограниченный запас боеприпасов, а поэтому во многих ситуациях от врагов предстоит убегать, нежели пытаться их убить. Исследуя коридоры особняка, вам также предстоит решать различные головоломки, а главной задачей будет найти способ выбраться и раскрыть тайну этого места. Sharks of Darkness – стелс от третьего лица в фэнтезийном мире, про гоблина по имени Стикс, который хочет помешать союзу расы гномов и темных эльфов. По понятным причинам он не может вступать в прямые схватки с противниками и должен использовать свои акробатические и стелс умения, что позволит передвигаться по игровому миру незамеченным и устранять своих врагов бесшумно. Если по описанию вас заинтересовало, то можете присмотреться к покупке и первой части этой игры. Project Zomboid – симулятор выживания в мире зомби апокалипсиса. В роли выжившего вам предстоит искать припасы, строить укрытия и бороться с толпами зомби. В игре присутствует множество механик и настроек игрового мира, которые явно не дадут вам заскучать. Игра находится в раннем доступе с тринадцатого года, но при этом не теряет интерес игроков. Так что, если она вас заинтересовала, можете сыграть в одиночку или вместе с друзьями. Не отходя далеко от тематики зомби, также могу порекомендовать The Walking Dead. Рекомендую брать именно сборник The Telltale Definitive Series, поскольку он содержит в себе все четыре сезона основного сюжета, и небольшое ответвление про Мишон из сериала Ходячей Мерцы. Геймплей состоит из интерактивных диалогов, Q2A моментов и взаимодействия с окружающей средой. Далее у нас A Plague Tale Innocence – мрачный приключенческий экшен от третьего лица, действие которого разворачивается в средневековом сеттинге 1349 года в Париже во времена эпидемии чумы. Главные герои – это брат и сестра, которые прячутся от инквизиции. Им предстоит пройти через раздираемую войной и чумой Францию, повстречаться с другими сиротами, а также любой ценой избежать встречи с инквизиторами и с ползишами чумных крыс. Основная особенность игры – это постоянная нехватка света, которая играет большую часть в успешном прохождении игры. Мне она очень понравилась, поэтому смело могу порекомендовать и вторую часть. Risk of Rain 2 – динамичный экшен-платформер с видом от третьего лица, в научно-фантастическом сеттинге. В нем вы отправитесь на покорение смертельно опасного мира в одиночку или с друзьями, чтобы уничтожить орды монстров, собрать артефакты и сбежать с враждебной планеты. Far Cry 5 Gold Edition – рекомендую брать именно это издание, поскольку вам в подарок выдадут легендарную третью часть. Что касаемо пятой части, то ее события разворачиваются в вымышленном округе Хоуп в штате Монтана, где вам отводится роль заместителя шерифа, которому необходимо победить культ врата Эдема, а именно его лидера Иосифа Сида вместе с двумя родными братьями и приемной сестрой. Если вам зайдет сюжет и хотите узнать продолжение, которое по моему мнению слито в помойку, то можете взять бандл, включающий в себя Far Cry New Dawn. Rassler Grand Theft Course – увлекательный аркадный экшен с изометрическим видом камеры, разработчики которой вдохновляются GTA 2. Действия игры разворачиваются в средневековье, где мы будем играть за обычного работягу, который пытается заработать себе на жизнь и не закончить свой путь на виселице. В игре присутствует большой открытый мир и полная свобода действий – можно угонять лошадей, грабить крестьян и заниматься другими безумными вещами. В качестве оружия персонаж может использовать луки, мечи, арбалеты, копья и даже помет. Кроме того, вместо радио у протагониста будет свой Барт, который играет ту музыку, которая соответствует окружению. Star Wars Jedi Fallen Order – приключенческая игра от третьего лица, где нам отводится роль последнего выжившего джедая, который пытается скрыться от империи после распада ордена джедаев. Гейплей включает в себя бои на световых мечах, использование силы и решение головоломок в различных локациях вселенной Star Wars. Вы также сможете настраивать своего персонажа, развивая его навыки и собирая новое снаряжение, чтобы стать сильнее в бою. Если бюджет позволяет, то можете купить и вторую часть. Ghostwire Tokyo – приключенческий боевик, события которого развернутся в современном Токио, где внезапно начинают пропадать люди, а район окутывает загадочный туман, который размывает грань между реальным и астральными мирами. Откуда начинают прибывать различные чудовища, протагонисту предстоит разобраться с ними и выяснить, что происходит. В этом нам помогут сверхъестественные способности в виде трех стихий, огромный арсенал оружия и дух сурового детектива Кей Кият. Maid of Scare – хоррор с видом от первого лица, действие которого происходит в мистическом поместье. Игра основана на реальной истории Элизабет Уильямс. Она влюбилась в Томаса Эванса, музыканта и по совместительству главного героя игры. Событие разворачивается в 1898 году внутри реального особняка, который стоит и по сей день и считается одним из самых посещаемых в Великобритании из-за обилия призраков. Вас ожидает интересный сюжет с разными концовками, а также противники, которые особенно чутко реагируют на окружающие звуки. The Complex и Late Shift – обе игры в жанре интерактивного кино со множеством различных решений и концовок. Действия The Complex разворачиваются в Лондоне, на которой была совершена биологическая атака. Двое ученых по какой-то причине оказываются запертыми в лаборатории, в которой они работали. Помещение постепенно заканчивается в воздух, поэтому им нужно как можно скорее выбраться из этой ловушки. Late Shift в свою очередь расскажет историю обычного охранника парковки, который попадает в бандитские разборки и погоню за драгоценностями, из-за чего влиятельные люди захотят его устранить. Пройти The Complex и Late Shift можно всего за полтора часа, но из-за своей реиграбельности эти игры можно и перепройти на другие концовки. Sardi Wallet – рулевая песочница с элементами симулятора фермера, которая предлагает вам уйти от городской суеты и начать новую жизнь на загадочной ферме в долине Стардио. Вы будете выращивать различные культуры, разводить животных, добывать ресурсы и развивать свое хозяйство. Однако фермерство – это только начало. В долине Стардио есть множество возможностей для исследования, знакомства с местными жителями, участия в фестивалях и даже вступления в романтические отношения. И Blade Stardew Wallet – полное разнообразие и свободы, так что любителям подобного жанра должно понравиться. Bully Scholarship Edition – самобытный симулятор пятнадцатилетнего американского хулигана, который перевелся в новую школу. Ему предстоит осложнять жизнь учителям, задирать сверстников, найти девушку, сварганить что-нибудь на химии и многое другое. Одним словом, все, чем занимаются обычные пятнадцатилетние американские хулиганы. Можно сказать, что это некий аналог GTA. Чернобылайт – шутер-бродилка от первого лица, с элементами крафта и обустройством базы. Действие игры разворачивается в альтернативной постапокалиптической реальности, где главный герой по личным причинам и переживаниям решил вернуться на ЧАЭС спустя тридцать лет после аварии 1986 года. Вам предстоит исследовать территорию зоны, собирать необходимые инструменты и припасы, а также переживать внезапные рейды военных и нападения сталкеров. Кроме того, продвижению по зоне мешают и сверхъестественные существа, предметы и местные аномалии. В целом вас ожидает средний сюжет, в котором перепрелись личная драма, научная фантастика и в какой-то мере даже ужасы. Dishonored Stealth, экшен с видом от первого лица и элементами ролевой игры, выполненный в стилистике стимпанка. События игры разворачиваются в охваченном эпидемии чумы в вымышленном городе Дануэлл, прообразом которого послужил Лондон времен викторианской эпохи. Главный герой игры, лорд-защитник Корво Атана, после обвинения в убийстве императрицы и побега из тюрьмы, пытается отомстить своим врагам. Помимо огромного арсенала разного оружия, Корво также обладает сверхъестественными способностями, а ключевой особенностью игры является нелинейность прохождения. Каждую миссию можно выполнить множеством путей, как вступая в бой с различными противниками, так и действуя скрытно и избегая обнаружения, причем абсолютно все действия приводят к определенным последствиям, что повлияет на концовку. Если вам зайдет первая часть, то можете присмотреться к покупке второй. Teenage Mutant Ninja Turtles Shreddles Revenge Аркадный кооперативный ретро-файтинг в жанре Бит Мафф с видом сбоку во вселенной Черепашек-ниндзя. В роли знакомых героев Леонардо, Рафаэля, Донателло и Микеланджело вам предстоит сразиться против заклятых врагов, коварных ниндзя, Бибопом, Роксиде и другими подручными Шреддера и Крэнга. Игра выполнена в стиле анимационного сериала 80-х годов прошлого века, в которой можно сыграть как в одиночку, так и в кооперативе до 4-х человек. Евротрек Симулятор 2 – довольно реалистичный симулятор дальнобойщика, который позволит вам ощутить атмосферу путешествия по дороге на большом грузовике. Перевозите различные грузы, зарабатывайте на этом деньги и прокачивайте свой транспорт. Киплы включает в себя управление грузовиками, выполнение заданий, соблюдение правил дорожного движения и экономическую стратегию. Кстати, у многих игр присутствует демо-версия, так что можете опробовать их перед покупкой, если сомневаетесь. Ну а на этом моменте видео подошло к концу, если оно вам понравилось, обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайкос, а также напишите комментарии к названию игр, которые вас интересовали, или какие проекты стоит добавить в следующих видео из этой рубрики. Ну и конечно же хотел бы выразить огромную благодарность уже действующим спонсорам и всем, кто решит поддержать канал после этого видео, все ссылочки есть в описании. Ну а с вами был Игорек, спасибо за просмотр и всем до встречи в следующих видео, пока! Субтитры сделал DimaTorzok